Сегодня в Архангельской области начинается акция «Трезвый водитель». Ее цель – предупредить возможные правонарушения на дорогах региона. По словам автополицейских, только за два месяца этого года в области задержано 823 нетрезвых водителя, из них 242 в Архангельске. Главная задача сотрудников госавтоинспекции – не наловить максимальное количество водителей, находящихся в состоянии опьянения, а спрофилактировать и предупредить грубые нарушения среди водителей, в том числе связанных с опьянением. Обо всех фактах нарушения правил дорожного движения сотрудники госавтоинспекции просят сообщать по телефонам, которые вы видите на экране. ЧП в детском саду «Огонек» в Котласе. Во время прогулки ребенок получил серьезную травму, перелом ключицы. Воспитатели заметили это не сразу и не оказали своевременно медицинскую помощь. Мама сама привезла сына в приемный покой больницы спустя пять часов. Прокуратура Котласа провела проверку и установила нарушение целого ряда федеральных законов. Медсестра детсада была уволена. В отношении заведующей возбуждено дело об административном правонарушении. 9 марта 2017 года мировым судьей судебного участка номер 2, исполняющий обязанности руководителя образовательной организации, признана виновной в совершении данного правонарушения с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. 20 марта в областной детской клинической больнице открывается палеоативное отделение для тяжелобольных детей. Чтобы скрасить пребывание маленьких пациентов, театр «Драма» объявил сбор средств. Важна любая сумма. Внести пожертвования можно через кассу театра. Деньги пойдут. Во-первых, конечно, там нужны такие бытовые мелочи, как, допустим, термопод или там точечные светильники над кроватью. Конечно, нас интересует состояние детской игровой комнаты, потому что дети, как бы они ни были больны, они все равно остаются детьми. И там, конечно же, нужны и игрушки, и настольные игры. Сегодня в гостиных дворах Архангельска стартует Олимпиада для старшеклассников наследники Ломоносова. Она проводится по инициативе губернатора региона уже в третий раз и является своего рода отборочным этапом известной телевикторины «Умники и умницы». В новом сезоне за звание победителя сразятся 33 человека. Изменилась только тематика Олимпиады, и она у нас в этом году так удачно сложилась, связана с Арктикой, с исследованием Арктики, с забытыми экспедициями. Сегодня в Архангельске и по области ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер юго-западный, умеренный до сильного, температура от 2 до 5 градусов выше нуля, тип погоды второй благоприятный.